Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok И самое время сделать тот выпуск, который будет называться спустя 2 года эксплуатации Volvo XC90. Я снимал такой же выпуск спустя год. Вы можете его посмотреть. Ссылочка вот здесь будет. И вот так выглядит выпуск, если будете смотреть просто по видео. Сегодня будет второй выпуск. Я вам расскажу, что было сделано в машине, что ремонтировалось, где она была за этот год. И скажу так, что за этот год она повидала многое. Ведь в 2019 году мы отправились с семьей в путешествие на неопределенный срок. И пропутешествовали мы 5,5 месяцев. За это время, чисто за наше путешествие, машина прошла порядка 20 тысяч километров. В принципе, считаю, это много. Учитывая, что еще мы ездили по горам, по полям, по бездорожью. В общем, где мы только не ездили. Сейчас я немножко вам кадров покажу. Что стоит один только Крым и дорога на Кояшске озеро, которая просто в один момент она заканчивается, и едешь на протяжении, наверное, 20 километров. Вот так вот просто. Ну вот, посмотрите, да, сами все видите. А ближе к Кояшскому озеру, так там вообще беда. Итак, ребята, вот в первом выпуске, спустя год эксплуатации данного автомобиля, я рассказал, поделился с вами, что было сделано, сколько стоило и так далее и тому подобное. Я что-то упускал, потому что какие-то мелочи, ну, просто они забываются, да, и я их не учел. Но в этом выпуске я тоже, возможно, что-то забуду. Буду рассказывать именно о самых ключевых моментах, которые случились. Итак, давайте начинать. Перед поездкой, когда мы поехали, я поменял у нее амортизаторы, стойки передние. Я, короче, менял сам. Единственное, что я отнес в сервис, мне стянули пружины и поставили новые пружины, потому что это самому мне не получилось, они постоянно куда-то выстреливали. Что касается самих пружин, по-моему, штука стоила пятак. И за замену вот этих пружин я еще в сервис отдал тысячу рублей. Ну, в общем, бюджетненько так. По-моему, перед поездкой я также поменял одну шаровую. Не помню я с какой стороны, по-моему, с пассажирской. Вот, а ту я не стал трогать, она была нормальная. Когда мы приехали в Сочи, а мы остановились изначально на Красной Поляне, в том выпуске я говорил, что у меня была проблема с выхлопной системой, загнав на Красной Поляне, мне там насчитали от 20 тысяч рублей, нужно там двигатель вытащить туда-сюда, но там такой сервис, так сказать, не очень. В итоге, как только я сюда приехал, я не стал делать сразу, потому что то с финансами, то еще что-то мешало. В общем, так же и ехал на рычащей машине, и со временем стала она еще больше сильнее рычать, и тяга уже у машины стала прям пропадать. И в итоге, совсем недавно я загнал, мне сделали полностью всю трассу, мы с ней сняли глушитель, мне поменяли прокладки, гофра не прогоревшая, ее оставили, которую оставил перед поездкой. Соответственно, прокладки в коллекторах, все прокладки на турбине мне поменяли, мне провалили, проварили всю трассу. Вот хочу вам показать, вот такой вот шов мне сделали, видите. В общем, везде, где можно было что-то подварить, они подварили, и, соответственно, заменили все-все-все прокладки, и на турбине тоже. В общем, сейчас машинка работает очень-очень тихо, и я от этого прям, ну, кайфую, и, соответственно, тяга гораздо лучше, она тоже появилась. Далее. Пока мы там катались, я поменял масло один раз на Красной Поляне, перед тем, как ехать, уже путешествовать по Абхазии, и далее отправляться по нашему побережью и в Крым. Я поменял масло, и второй раз я менял масло уже после того, как мы приехали, и сразу в первые же дни нашего приезда я еще раз заменил масло в двигателе, в двигателе. Далее. Пока мы ездили, у меня пару раз на табло приборов, где ошибки пишутся, показалось, что что-то с ближним светом. В итоге я выходил, лампочки горят, но ошибка была, а потом она тухла. В итоге, когда мы приехали, перегорела одна лампочка, и вот совсем недавно, может быть, полмесяца назад, я поменял две лампочки, стоило это порядка четырех тысяч, две штуки можно было взять подороже, но я со своим человеком пообщался, который мне поставляет все запчасти, он сказал, что вот эти хорошие, бери вот эти, не стоит переплачивать, и дешевить точно не надо. Вот, поставил их. Сейчас хороший белый свет, прям я очень доволен. Далее. Вы видели уже по отрывкам, что дороги просто были капец, мы действительно лазили по адскому бездорожью, когда мы заезжали в какие-то каньоны, когда мы ездили по Крыму, добирались в какие-то нетуристические места, поднимались на машине в горы. Вот, это все, конечно, привело к тому, что подвеска подушаталась, и в Крыму начался такой звук, на любой кочке мы едем. Не стал загонять, дождался, когда приеду домой уже, и посмотрю. В итоге я залез под машину, и оказалось это шаровая, причем, знаете, она болталась, вот уже. Она была в таком состоянии плохом, что я так за голову взялся, думаю, блин, как же мы вообще доехали, колесо у меня там где-то по пути не отлетело. Вот. В итоге я поменял шаровую, все, звук прошел, сейчас работает тихо, плюс глушитель устранил, прям вообще хорошо. А, вот, кстати, по шаровой, смотрите. Сама шаровая стоит недорого, по-моему, тысячу рублей, менял я ее сам, порядка, наверное, двух часов мне это заняло, там менять несложно, можно поменять сам, что-то поддомкратил, поставил упор, колесо скинул шаровую от этого, воткнул новую шаровую, ну, несложно там, в общем. Так, далее. Потом, когда мы уже выдвинулись домой, я говорю Насте, что, представляешь, мы ездили без запаски, мы ездили без насоса, и вот так вот, в случае чего, где-то в каких-то ебенях мы бы сломались, точнее, вот продырявили бы колесо, то все, была бы, конечно, какая-то адская жопа, ну, скорее всего, не жопа, а было бы какое-то адское приключение, я бы, наверное, даже так сказал. Но нас, короче, все обошло стороной, и единственный саморез, который я поймал, когда мы уже двинулись домой с Крыма, город Черноморское, поселок или город так называется, поправьте в комментариях, кто знает правильно. Я увидел, что мы остановились похучать, я увидел, что у меня саморез. Естественно, я быстренько заехал на шиномонтаж, не снимая колесо, мне прям сразу вытащили, заклеили, и я так езжу, ничего изнутри не проклеивал, на вот этом, как он, жгут правильно называется, на нем езжу. Что-то отдал я в Крыму, по-моему, 100 или 150 рублей за ремонт. Дальше. Если вы просмотрели и смотрели предыдущий выпуск, то вы помните, что я вам рассказывал, что когда едешь по трассе на большой скорости, бьешь в тормоз, руль начинает прям очень сильно бить. Я изначально склонялся, что эта деформация произошла дисков, когда я ездил по сугробам зимой. В итоге я тоже, когда приехал, первым делом я решил эту проблему. Я поменял диски, поменял колодки, вот смотрите, как все вышло. В общей сложности, вместе с дисками, вместе с колодками, мне ремонт обошелся, по-моему, 12 или 13 тысяч. Я не брал оригинальный, я не взял дешевый, я взял нечто нейтральное. Опять-таки, по совету моего человека, который занимается запчастями у нас в Подольске. Соответственно, проблема ушла, все, руль не бьет, тормоз резко бьешь, все как бы хорошо, как и должно быть, в принципе, в любой машине. Когда мне меняли выхлопную систему, соответственно, турбина снималась и сливался антифриз. Соответственно, когда все устанавливается обратно, мне поменяли антифриз. Да, конечно, это не полная замена, это была частичная, но, по крайней мере, достаточно антифриза утекло, и достаточно антифриза, соответственно, они туда залили. Погазовали, поездил климатом, поработал, печку повключал, эти все ушли завоздушины, соответственно, я еще далил где-то пол-литра, и все, сейчас уровень, между минимумом, максимумом держится, все нормально. Далее я заменил держатели капота, потому что они уже не держались, и если капот открываешь, они, в принципе, держат, но как только маленький ветер дует, получается, в жопу машине, то сразу же капот падает, вот, поэтому при наречении побыстренько его заменить, и все, сейчас это все хорошо. Еще надо сейчас заменить задний, вот, когда сильная жара, нажимаешь на кнопочку, он так хорошо открывается, вот, когда температура там 14 градусов, то его приходится чуть сопровождать уже рукой, ну, лучше поменять. Передние стоили, по-моему, по 500 рублей штука, и, ну, я, естественно, сам поменял, там, заклепочки вытаскиваешь, вставляешь новые, и все. Так, также у меня сочилось масло из крышки заливной на двигателе, там задубела прокладка, я никогда ее не менял, в итоге вот поменял, сама прокладка стоит 50 рублей, замена, естественно, сам что-то старую выдернул, новую поставил, все, и проблема, соответственно, тоже ушла. Вот, за год, вот то, что было сделано. А, кстати, да, вот еще по приезду, первым делом, я сразу сделал в машине полную, химичистку были залиты, вот так вот потолки пенкой, все пропылесошено, все подщеркано, то есть сейчас вот запахи в машине приятные, обслужил полностью кожу, взял себе баночку специальную, чтобы, я называю это крем, как, знаете, руки вот пересыхают, так же и кожа в жару, поэтому я теперь ее каждую неделю смазываю, и она стала такая более эластичная, запах хороший, приятно стал в машине. В общем, после далекого путешествия, конечно, машину обслужил. Еще нужно делать задние косточки поменять, сайлентблоки уже подустали, тоже это нужно делать. В общем, мне там сказали регламент, что делать, естественно, сразу не стал все менять, постепенно-постепенно сейчас все меняю и доведу ее снова до идеала в ближайшее время. И, наверное, как в начале выпуска сказал, думал, год покатаюсь, в итоге уже два, скорее всего будет три, потому что мы сейчас снова планируем путешествие, снова далекое. Поэтому наша машинка с нами пробегает. Подписывайтесь на канал, буду с вами делиться. Если интересно, по ремонту, ну, что-то могу в процессе прям показывать. Лучше вот так вот раз в год встречаться, я вам буду рассказывать, показывать, что сделано, а вы уже будете принимать решение покупать вам Volvo, не покупать, ведь мифов входит много, кто-то говорит дорого, кто-то говорит сыпется. Вот я по факту прошел год вам рассказал, прошел еще год, я вам еще рассказал. Вот смотрю сейчас на эту печаль и понимаю, что это действительно печаль. Ребята, когда мы приехали с путешествия, я утром выхожу в машину, и у меня трещина, представляете, на лобовом. Ни камня, ничего. Я вам покажу ее. Вот так вот это выглядит. Вот она, трещинка. Была она вот такая, сейчас она доползла. Можно заклеить ее, я решил не заклеить, потому что у меня вот есть скол, вот есть скол. Плюс само по себе лобовое уже, вот вам, не знаю, будет видно, вам не видно, оно в такую точечку, не очень оно уже хорошее, поэтому, в принципе, лучше дождаться, когда она найдет свой конец. Если пойдет еще куда-то, то, конечно, лучше же его убрать и поставить пилингтоновское новое лобовое стекло. Спасибо, что досмотрели выпуск. Жду ваших комментариев, напишите, будет очень приятно. По тому выпуску мне тоже пишут ребята какие-то советы. Спасибо каждому, кто пишет, кто поддерживает. До новых выпусков и следите за тачкой, как она путешествует. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok